Добрый вечер, в эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Наталья Юсупова и в начале выпуска коротко о наиболее заметных темах дня. Защититься от огня руководители больниц и стационаров республики призывают усилить противопожарные меры. Тонировка в центре внимания, выйти из сумрака, водителям предлагает ГИБДД. Танцуют все, профессионалы и любители сегодня отмечают Международный день танца. Задачи профсоюзов и их взаимодействие с политическими партиями обсуждали сегодня в регионах. Инициатором общения в режиме видеоконференции выступила «Единая Россия» в рамках проекта «Гражданский университет». Группу участников от Кабардино-Балкарии возглавляли первый зампред правительства Галина Портова и вице-спикер парламента Татьяна Саенко. «Пора разрушить миф о том, что повышать производительность надо за счет ужесточения условий физического труда», отметил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его мнению, идти нужно путем внедрения новых технологий. Еще одной важной задачей назвали необходимость принятия закона о заемном труде. «Это было бы эпохальным событием», – заявил Шмаков. «Нередки случаи, когда россиян увольняют, а на их места нанимают трудовых мигрантов. Это является предательством», – подчеркнул профсоюзный лидер. Зам. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Исаев, в свою очередь, выразил надежду на то, что все участники лекции выйдут на первомайскую демонстрацию. Общественная палата России поддержала законопроект, устанавливающий ежемесячные денежные выплаты участникам Великой Отечественной, тем, кто имеет государственные боевые награды. Инициатива принадлежит Владимиру Кибекову, руководителю фракции «Справедливой России» в парламенте Кабардино-Балкарии. Выплаты будут дополнительным подтверждением всенародного уважения к мужеству и героизму фронтовиков, соглашаются с депутатом в Общественной палате России. А их восстановление – хорошим подарком накануне празднования Великой Победы. Тем, кто награжден Орденом Красного Знамени, предлагается добавить к пенсии – одну тысячу рублей, Орденом Отечественной войны – первой, второй степени – 800, Орденом Красной Звезды и медалью за отвагу – по 700 рублей, медалями за боевые заслуги и взятие Берлина – по 500. Осталось-то 800 тысяч по всей России. Я даже взял и прикинул – 800 тысяч. Пускай каждый имеет по три Ордена и по две медали. Посчитал деньги – получается максимум 500 миллионов по всей стране. Но это не деньги. Нашему поколению, да и поколению, которое идет после нас, вот вы, молодежь, все должны делать, чтобы память этих людей никогда не была забыта. Ведь если бы не они, не было бы ни нашей жизни, которую мы прошли даже в советское время. Наверное, не разговаривали бы мы сегодня с вами. К слову, денежные выплаты для красноармейцев, награжденных боевыми орденами и медалями, были установлены еще в самом начале Великой Отечественной. В 50-х их отменили и сегодня надбавки к пенсии получают лишь герои Советского Союза, России и кавалеры Ордена Ленина. Комиссия по национальной безопасности уже направила письма в поддержку законопроектов, Совет и Госдуму, сообщает официальный сайт Общественной палаты. А в Нальчике сегодня прошла акция «Я гражданин России». У мемориала «Вечный огонь» вручили паспорта лучшим учащимся школ Кабардино-Балкарии. Свой главный документ получили 68 подростков. Ровно столько же, сколько прошло после победы в Великой Отечественной. Церемонию открыли торжественным вынесением флага копии боевого красного знамени. С напутственными словами к новоиспеченным гражданам страны обратились замминистра образования и науки Султан Гекиев и председатель Совета ветеранов КБР Мухаммед Шихабахов. Школьники со своей стороны дали клятву оправдать возложенные на них надежды. Ребятам также рассказали о подвигах наших солдат во время войны. Внимание на тонировку. Сегодня госавтоинспекторы республики в рамках декады «Прозрачное стекло» провели рейд, уже четвертый по счету. На этот раз посты расставили вблизи вузов, поскольку излишней тонировкой автостекол увлекаются преимущественно студенты. Это выявлялось в ходе трех предыдущих этапов операции. Попались сегодня и те, у кого тонировку и номера снимали уже несколько раз. Но, как выяснилось, эта молодежь не останавливает. Некоторые, завидев госавтоинспекторов, пытаются сбежать от ответственности. Перекрой движения, перекрой движения, 545 приема черного цвета поднимаем. В результате погони к штрафу за стекла добавился еще один за неподчинение. Рейд показал, что любители ездить в наглухо затонированных авто меньше не стало. К другим темам. Театры, оперы и балеты, современные данс-группы, разножанровые ансамбли, профи и любители. Весь танцующий свет сегодня отмечает профессиональный праздник. Международный день танца – удивительное явление, которое рушит любые преграды и объединяет народы. В Нальчике сегодня большой концерт. Лучшие коллективы Северного Кавказа в эти минуты демонстрируют свое мастерство на сцене ДК «Профсоюзов». На месте работает наша съемочная группа. И в ближайшее время на прямой связи со студией будет Осман Казаков. К другим темам. Между тем, пока профессионалы проявляют себя на профессиональных сценах, для того, чтобы отдаться энергии танца целиком и делиться ею с окружающими, не всегда требуется именно профессиональная сцена. Иногда подойдет и обычный тротуар. Заяц – так называют его друзья и знакомые. Танцуют на улицах Нальчика и в супермаркетах. Ему нужно только внимание публики. Дабстеп стал для Вячеслава родной стихией. Хотя начинал молодой человек с хип-хопа. Танцевать подростка никто не учил. Как-то увидел фильм «Шаг вперед» и постарался повторить движения актеров. Дальше технику совершенствовал сам. И сегодня, глядя на этого уличного танцора, сложно догадаться, что у него ДЦП. Но именно дабстеп, как признается Вячеслав, позволяет ему раскрыться. К другим темам. Главное – поставить на ноги врач, благодаря которой дети, больные детским церебральным параличом, начинают ходить и говорить. Так отзываются о докторе Чен. Сегодня она побывала в реабилитационном центре при Республиканском доме ребенка в Нальчике. С подробностями Наталья Булат. Лана и Тимур Каровы узнали, что у сына ДЦП, когда малышу было всего полгода, сейчас ему 5 лет. За спиной десятки различных клиник, врачей и еще больше методик восстановления. Детский церебральный паралич – заболевание, которое сложно диагностировать. Еще труднее подобрать правильное лечение. После первого сеанса на самом деле было очень значительное улучшение, потому что лечение, во-первых, применялось первый раз. Во всех направлениях развития ребенка мы почувствовали улучшение. И в умственном, и в физическом, и в эмоциональном это было ощутимо значительно. И мы решили, что эту методику мы в дальнейшем как основную будем применять. Традиционная китайская медицина в России таковой не считается, но с каждым годом она приобретает все большую популярность. Травы, методы глоношь, точечный массаж – все это десяти пациентам из Нальчика, побывавшим на лечении в Китае, хорошо знакомо. Сегодня доктор Чен приехала к ним сама в реабилитационный центр в доме ребенка. Долгое время доктор Чен категорически отказывалась принимать иностранцев. Говорит, они жалеют своих детей, не дают лечить так, как это необходимо. Но когда в Китай малыши привезли из Нальчика и мамы обещали не мешать, врач согласилась. С тех пор в длинном списке ее пациентов немало детей из Кабардино-Балкарии. Большое количество детишек из России проходит обследование лечения с очень хорошим эффектом положительным в Китае. Вот почему мы сейчас сделали такой шаг. Пригласили доктора из Китая, попросили ее оценить возможности нашей клиники. Клиника ей понравилась очень. Ну и дальше будем уже развивать сотрудничество. Я надеюсь, правовые основы и бюрократические нам позволят в ближайшее время осуществить такое сотрудничество. Предварительная договоренность о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарии и клиникой, где работает доктор Чен, уже достигнута. Наталья Булатна, Ржан Кубадзи, Иван Зорко, Широков, Вести, Кабардино-Балкария. Быть бдительнее и инструктировать весь персонал. Сегодня в Минздраве КБР на оперативном заседании говорили о том, что нужно усилить противопожарные меры в ЛПУ и устранить недочеты в системе. Тема возникла в связи с трагедией в психиатрической клинике в Подмосковье. О ситуации в наших больницах и стационарах мой коллега Альберт Корцаев. Здание амбулатории в Кенже – одно из старейших учреждений здравоохранения по республике. Но несмотря на возраст строения, пациенты получают все необходимое. Дневной стационар – 12 койко-мест. С противопожарной безопасностью здесь тоже полный порядок. В прошлом году после ремонта корпус оснастили современным оборудованием. У нас все оборудование установлено еще в сентябре прошлого года. Сигнализация, датчики дыма, закуплены новые огнетушители. Периодически медперсонал проходит учение. Что упор сегодня надо делать на обучение медицинского персонала, говорили и на заседании в Минздраве КБР. Сотрудники МЧС дают инструктаж главным врачам. Трагедия в Подмосковье, где в окне погибли 38 пациентов психиатрической больницы, обнажила серьезные проблемы в противопожарной безопасности по всей стране. Очередной раз выясняется, несмотря на все меры предосторожности и техническое оснащение, именно человеческий фактор остается решающим. В данном учреждении, о котором мы говорим, там на самом деле было противопожарное, в рамках модернизации проведен ремонт, а перекрытия все деревянные были обработаны. То есть там все было сделано как надо. Но другое дело, что на окнах были решетки, то есть требования МЧС, ну и, соответственно, персонал, который не вовремя отреагировал. Ни одно из медучреждений Кабардино-Балкарии на 100% не соответствует требованиям безопасности, констатируют в МЧС. Но вопиющих случаев, которые могли бы стать причиной трагедии, не обнаружено. В прошлом году несколько крупных республиканских больниц и более 60 сельских амбулаторий после ремонта полностью оснастили противопожарной системой. Теперь с их сотрудниками в очередной раз проводят подробный инструктаж, как действовать в случае ЧП. Я понимаю, что практические тренировки, может быть, не в каждом учреждении, по эвакуации, где провести не удастся за эти дни. Но провести инструктаж персоналу. Система противопожарной безопасности устанавливается в зданиях только после отделочных работ. А в капремонте по республике сегодня нуждаются 28 учреждений здравоохранения. Альберт Кацая, Марат Татруков, Анзорка Широков, Вести Кабардино-Балкария. И мы возвращаемся к концерту, который сейчас проходит в ДК профсоюзов. Мой коллега Осман Казаков на прямой связи со студией. Осман, вы в эфире. Я думаю, что сейчас мой коллега все-таки выйдет с нами на прямую связь. Осман, вы слышите нас? Наталья, добрый вечер. Как видите, концерт пока еще не начался. Свои места постепенно занимают зрители. Организаторы говорят, что коллективы с минуты на минуту выйдут на сцену, а их сегодня около 20. За кулисами сейчас идут последние приготовления. И это тот случай, когда, можно сказать, в тесноте, но не в обиде. Нам удалось поговорить и с главным инициатором представления, руководителем ГААД Кабардинка Игорем Атабиевым. Отношение к нашему северо-кавказскому округу, к дружному федеральному округу весьма, ну, я скажу, не радует. И в целях объединить дружбу народу. Сегодня зрителям представят более 20 номеров. Кстати, в ночь приехали известные певцы северо-кавказа. Так что зрителям будет на что посмотреть. Кстати, хотелось бы добавить, что концертную программу откроет Государственный академический ансамбль «Кабардинка». У меня пока все. Наталья. Спасибо. Напомню, что это был Осман Казаков из ДК «Правсоюзов», где сейчас проходит концерт мастеров искусств ко дню танца. И последнее. График праздничных дней на 2014 год опубликован сегодня в российской газете. Его одобрила трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Ольги Голодец. Уже понятно, что праздников меньше не станет. К слову, сегодня же у россиян началась самая короткая трудовая неделя в этом году. Завтра – ее последний рабочий день. В честь праздника «Весны и труда» жители, в том числе и Кабардино-Балкарии, отдыхают пять дней подряд. Со среды 1 мая по воскресенье. Ну, а еще через несколько дней страна будет отмечать День Победы. Он приходится на четверг, а выходные по этому случаю продлятся до 12 мая включительно. У меня на этом все. Буквально через несколько секунд о погоде на завтра расскажет Зухраб Шихачева. Напомню, наши информационные выпуски вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Добрых вам вестей! В сети «Оптик» в главной клинике «Ленар» акция «Закажи очки, а вторые получи подарок». Все любят получать подарки, а мы любим их делать. Нальчик, Ногмова, 70. Торговый центр «Офисы дом» – это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Добрый вечер! Праздничная неделя в нашем регионе обещает быть вполне комфортной, теплой. В горах с небольшими дождями передает Росгидрометцентр. Ветер восточный 1,3 м в секунду, атмосферное давление 731 мм штутного столба. В Зульском районе ясно и по-прежнему тепло – 20-22 градуса. В горах Облачного подножия Альбруса температура поднимется до 8 и выше ноля. К вечеру спустятся до плюс 2, временами дождь, возможно гроза. Аналогичная погода в Тернаузе – небо хмурое. А вот над Баксаном, Чугемом и Норткалой не облачко. Весь день солнечно и до 23 тепла. По прогнозам синоптиков, такой же малооблачный и сухой будет погода в Прохладненском и Майском, а также Терском и Лискенском районах. Атмосферное давление немного повысится, а термометры покажут плюс 22. Кратковременный весенний дождь возможен в Кашхатау и плюс 19. В столице Кабардино-Балкарии температура выше, до 22 градусов тепла. Таковы прогнозы синоптиков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok